И всем привет, с вами Ростиксон. Сейчас я вам расскажу, почему на щитках заработать нельзя. Приведу примеры, скажем так, контраргументы и пути решения, скажем так. Итак, давайте перейдем к тому. Есть очень полезные инструменты, они будут по ссылке в описании или в моем чате. Также вот вы их видите сейчас, это GMGN. Вы можете здесь смотреть статистику по прибылям кошелька. Допустим, вот мой кошелек, плюс 81 доллар. И то он показывает как-то некорректно, да? Ну или мне просто нравится ряд больше с wallet, панелом, сканером. Но он, по-моему, быстрее подгружает просто. Тут у меня профит 295 долларов, да? Убыток тут прям показывает, где профит на варе монетки, на нейро. И где убыток, на 240. И при этом, видите, прям в нулину сливается. 240, астро и так далее. Теперь еще подойдем к основному тейку этого видео. То, что на щитках заработать нельзя. И я думаю, что перейдем. Вот на фоне буду показывать какие-то... Да ешкин, пошкин. Куда я попал? Какие-то графики монет. Давайте вообще разберемся, что такое щиткоин. Это монета, которая... Это, условно, мем. И его цена зависит просто от покупок людей. Да, от какой-то популярности. Расфорчен. И 99,9% щитков падают. То есть, конечное их завершение. Это минус 90% от их цены. Так как же на них заработать? Я все еще думаю и приближаюсь к тому, что это практически невозможно заработать на щитках. И сейчас покажу, как вообще можно заработать. То есть, вот смотрите. Щиток выходит в нулину. И так мы можем просто по всем щиткам пройти. И у нас так будет. Вот, допустим, нейро. За 24 часа минус 60%. Какой у нас маркет капа? 18, да? 1000, Сэм. Минус 95. Вар, так смотрим. 68. Муму, минус 42. Понимаете, о чем я? То есть, в щитках все очень быстро происходит. Монета может вырасти. То есть, недавно вот это было 40 миллионов нейро. Сейчас 18 миллионов. То есть, это максимально волатильный рынок. И если у вас есть склон с каким-то азартным игром, еще что-то подобное, то будьте очень аккуратны с щитками. Потому что это может перерасти не скорее в идею. Я покупаю монетку Вар. Потому что это интересное название. Есть какая-то подоплека, да, к тому, чтобы ее купить. Чем просто как гемблин. Когда вы просто покупаете все монеты наугад. И ждете миллион иксов, да? Ну, или просто начинаете жестко лудить. То есть, превышать риски. Допустим, покупать на ту сумму, которая очень большая, да? Такс. Я начинаю объяснять минусы щитков. И единственный вариант это покупать те щитки, которые будут расти. Умно, да? Но спокойствие. Нужно просто выбирать действительно правильные монеты. Как же это сделать? Угу. У меня пока что получается торговать в плюс. И очень многих это поначалу. Потому что это просто кому-то везет и все остальное. Важно понимать, что такое везение и что такое результат, статистика, действительно умение, да? Допустим, если человек, как я, торгует всего лишь там 2-3 недели в щитках, можно ли сказать, что я гений, если я со 100 долларов заработал 300? Нет. Скорее всего, мне просто повезло. Тогда окей. Что делать? Нужно просто слить за теми, кто... Кому везет? Каждый раз. Кому статистически везет. То есть, условно, тем, у кого есть результат на большом промежутке времени. Это пока что самое простое. И, я думаю, одно из самых выгодных к приложению усилий и получению результата. Давайте объясню. У меня есть рубрика, вот я, которая искал со 100 долларов, где хочу дойти до долларового миллионера. Вы можете подписаться на мой канал. Там все сделки я публикую в прямом эфире. А в чате там мелкие сделки. То есть, ссылки в описании. И у меня есть своя папка интересная. Где вот каналы там, допустим, на 9 тысяч подписчиков, на 200. Где я отбирал сам. То есть, это не такая папка, где, знаете, все другую взаимопиарят. Такие папки, как правило, плохие. Я бы очень скептично к ним относился. А тут папка, где чисто я просто собрал все каналы, за которыми я наблюдаю. И сюда их добавил. Окей, папку добавили. Что еще? А, ну и в своем канале. То есть, смотрите. Я считаю, единственная правильная идея. Это повторять за успешными людьми. И потихоньку учиться смотреть, почему они покупают такую монету. То есть, условно, уже по названию, по аватарке. Токены определяют, хорошая ли это аватарка. Там, хорошее ли это название. Хорошая ли это идея. То есть, я состою в неких приватных сообществах. Допустим, в приватке Arbia за 20 долларов. Где Arbia? Ну, это инфлюенсер, в общем-то, который публикует свои сделки в этой приватке бесплатно. То есть, как, блин. Надо просто заплатить за это деньги. Ну, это дешево, по-моему, 20 долларов в месяц. Вот. А также вот эти вот папка интересна. Тоже все каналы бесплатные, кроме там парочки. Можете все добавить, наблюдать. Плюс картель. Это приватка более дорогая. 200 долларов для уже смартика, у кого нормальный депп. И даже вам не обязательно ничего покупать. Вы можете, смотрите, как просто сделать, подписаться на меня. И повторять какие-то мои сделки. Или просто наблюдать. И потом уже там, если сколов вы заработаете, что-то купить. Да, это очень важно. И самое главное, начинать покупать комфортные суммы. Почему я начал покупать со 100 долларов? Там, не с 1000, не с какой-то суммы. Во-первых, нужно обхватывать ту сумму, которую вы готовы потерять. А во-вторых, сначала научиться вообще, что мы делаем, кто и где мы. То есть, моя задача... Это, вы знаете, идеальный мир. Я, используя 100 долларов, привлекая аудиторию, кому интересно торговать щитками. Умную, кто хочет там развиваться, заработать. Да? Второе. Я сам учусь торговать щиткойнами. Торгую, понимаете? Понимаю, как зарабатывать на щиткойн рынке. И третье. Ращу депозит благодаря щиткойнам. То есть, вот у меня такая стратегия. Прожмите лайк, если вы досмотрели до этого момента, чтобы продвинуть видео. В сумме я хочу добавить то, что щиткойн — это PvP рынок. Это когда каждый борется против друг друга и выигрывает самый умный. То есть, задача — быть умным. А почему я сказал, значит, как нельзя заработать? Потому что, действительно, вот те, кто зарабатывает на рынке, их очень мало. Знаете, как есть диаграмма? Очень глупых. Вот такая. Потом просто средних. И там гения. То есть, вот этих очень мало. По 2% с той стороны. И очень-очень глупых. И очень-очень умных. И они зарабатывают на рынке. А средние, как правило, теряют. И поэтому, даже у многих, вот те, кто там, типа, супер следит, супер умный, они обнуляются на щитках. И не очень у многих, скажем так, есть воля, желание дальше продолжать, да, после нескольких обнулений торговать щиткойнами. Плюс, что еще я бы хотел сказать. Очень важно улыбаться. Ладно, все, я забыл свою мысль. Всем пока. Спасибо за просмотр. Успех неизбежен, судьба.